В России лечения от ВИЧ получают лишь 55% инфицированных. Счетная палата России проверила эффективность мер по организации медицинской помощи таким больным. Отметив сложность обстановки по ВИЧ-инфекции в стране, аудиторы рекомендовали правительству закрыть потребность ВИЧ-положительных пациентов в тест-системах, лекарствах, а также устранить дефицит врачей-инфекционистов. В 2022 году бюджет на обеспечение препаратами людей с положительным ВИЧ-статусом увеличен на 2,3 миллиарда рублей, что, по мнению счетной палаты, должно закрыть потребность в лекарствах в регионах. Насколько доступна медицинская помощь ВИЧ-инфицированным во всех регионах страны? Как обстоят дела с профилактикой заражений? Какую роль в этом играет семья? Какие мифы, связанные с ВИЧ, до сих пор живы и способствуют распространению вируса? Эти вопросы мы задали жителям областной столицы, и вот что они нам ответили. В годы моей молодости об этой болезни практически ничего было неизвестно. Такая же была новая, как сейчас ковид. Со временем медицина шагнула вперед, были найдены препараты. Сейчас молодежь в этом плане более образованная. Очень много источников вокруг. Все уже знают, что нужно защищать себя в первую очередь и думать о других. Насколько я знаю, у нас в Твери есть такой центр ВИЧ-спит, в котором оказывают людям помощь и поддержку с этим заболеванием, помогают лекарствами и консультируют. Первые, как по воспитанию и детей, и всех канонов, должны, конечно, в семье об этом. Говорить, учить и предостерегать в первую очередь. А потом говорить, если не дай бог, что случилось, куда обратиться, чтобы люди не отчаивались. Но все это в семье. А потом уже с семьей, если понадобится профессиональная помощь в медучреждениях. Я думаю, что все-таки надо побольше проводить такие беседы. Потому что даже в школах, когда еще только начинается рассказывать про это все, и половое воспитание тоже, очень мало что-либо говорят. Проводят один урок, и дети мало что-либо понимают. Стоило бы почаще проводить такие беседы. Ну, насколько сейчас семья общается со своими детьми, вот это уже другой вопрос. Как бы сейчас столько проблем, что я думаю, как-то немножко, как видно по молодежи, что они брошены своими родителями, вот как техщине откинули, и выплывешь. Хорошо, молодец. Не выплывешь, ну, куда тебя заведет, значит, так и будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.